Поговорим сегодня на очень животрепещущую тему, как накроить настройки вот уж совсем, чтобы было полное краевого фундамента спинопласта. Шок и трепет. Значит, тема достаточно понятная и простая на самом деле. Поводом к ней послужил комментарий, который у меня под роликом, а облицовочная кладка на малозаглубленном фундаменте оставил некто. Пролил пол-литра ацетона на улице, и вся облицовка рухнула. Такие решения недопустимы. Ну а у меня, соответственно, на любой позыв что-нибудь запретить, включается залитие глаз красным цветом и агрессия в ответ. Поэтому я, значит, агрессию свою творчески превращу в сегодняшний ролик. Опирать кирпичную облицовку на пенополистирол – это логичное решение для того, чтобы исключить промораживание грунта под кирпичной облицовкой. Вообще, по этой теме у меня снято больше, чем шесть видео. Шесть видео посвящены тому, как устраивать малозаглубленные фундаменты и как использовать возможности современных вспененных полимеров для того, чтобы применять их в строительстве, в том числе в грунте и так далее. Например, значит, облицовочная кладка ямалозаглубленный фундамент. Способ использовать пенополистирол или газобетон для того, чтобы парапет не был источником теплопотерь в плоской крыше. ИППС в фундаментах нам коллеги из Пеноплекса рассказали. Я рассказал об устройстве ленточных фундаментов в несъемной опалубке из экструзионного пенополистирола. Показал, что в моем доме, в котором мы сейчас сидим, в основании дома покоится слой экструзионного пенополистирола. И немножко еще в другом, в старом ролике рассказал о том, как облицовывать кирпичом УШП. Есть отдельный ролик, посвященный самым дешевым фундаментам. В нем достаточно, мне кажется, разумно обосновано, что самым дешевым фундаментом является его отсутствие. То есть тот случай, когда роль фундамента выполняет нижняя часть стены. Собственно, возьмем термины. Что такое фундамент? Это часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на основание. Вот у нас есть сооружение, а основанием является массив грунта, взаимодействующий с сооружением. Так вот, часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки, не обязательно должна быть выделена в некий конструктивный элемент. Это может быть просто нижняя часть стены. Это могут быть полы, на которых возводятся стены первого этажа или цокольного этажа. То есть фундамент может не быть, как у нас в перекрытии бывает скрытая балка, также фундаментом может быть часть стены, скрытая в толще стены. Это я так обосновал, значит, что фундамент не обязательно что-то отдельное. Вот у нас из старой советской еще литературы примеры устройства ленточных фундаментов. Обратите внимание на два выделенных красным цветом, выделенных красной рамкой. Один А называется песчаный, Б называется кирпичный. Песчаный фундамент – это когда мы в небольшую траншею насыпаем крупный песок, трамбуем его и сверху начинаем возводить стену. Кирпичный фундамент – это короба, соответственно, на дна котлова начинаем кирпичную кладку, не заморачиваясь на какие-то там… Ну, еще лет 50-60 назад где-нибудь в сельском строительстве обзавестись арматурой металлической или иметь цемента больше, чем на растворах, было очень трудно. Это называлось фондируемые материалы, которые участникам не доставались. Поэтому строили бутовые фундаменты, кирпичные фундаменты были достаточно распространенной нормой. Это сейчас мы, с позволения сказать, зажрались и используем материалы совершенно нецелевым образом, попросту разбазаривая их зачастую, особенно в индивидуальном строительстве. Так вот, если грунт сам хорошо несет нагрузку, прокладка между ним и зданием может быть исчезающе малой, что вот нам, собственно, и демонстрируют примеры песчаных и кирпичных фундаментов. Вот примеры каменных фундаментов. Современная великобританская стройка, английская. Это газобетон. Газобетон укладывается на дно траншеи и начинается строительство здания. Начиная от уровня земли газобетон становится 100 мм и дальше на газобетонный же фундамент опирается кирпичная облицовка. Вот как укладывают наши коллеги из Англии фундаментные блоки газобетонные в траншею. Дальше. У нас есть достаточно широкий массив доисторических данных, но и опыт применения органических материалов в основаниях сооружений каменных. Это в первую очередь лежни под фундаментами, которые выполняли функцию современного армирования, современного железобетона, превращая, по сути, каменную бутовую укладку в некое подобие способной растягиваться в железобетонной балке. Ну и там же дополнительно были сваи, на которых укладывались лежни. Поэтому в основании каменного дома веками укладывали дерево и никакой большой проблемы в этом не видели, хотя очевидно, что дерево при переменном уровне грунтовых вод может достаточно быстро подгонять. Однако либо подтапливали места застройки, либо наоборот осушали, не давая замокать. Либо использовали стойкие сорта древесины. Полимеры в основании зданий. Тема на самом деле старая. Началась она, похоже, в 50-е годы. По крайней мере, это устный источник для меня доносит такую информацию. В 50-е годы в США из экструзионного пенополистирола, произведенного компанией Dow Chemical, было выполнено основание под аэродромные покрытия. То есть в военных целях был применен ЭППС. И, собственно, эти аэродромы, вероятно, служат до сих пор. ЭППС под слоем бетона особо-то ничего и не будет. Значит, из военного аэродромного строительства ЭППС перешел в дорожное строительство. Тоже в основание дорог на сезонно промораживаемых или на вечно мерзлых грунтах. Затем оттуда перешел в ПГС. В промышленное, в гражданское, в наше жилищное, особенно малоэтажное строительство. И с тех пор достаточно широко используется лавинообразный рост пошел с тех пор, как у нас сильно озаботились вопросом энергосбережения. Ну, озаботились после предыдущей арабо-израильской войны 1973 года, когда рост цен на энергию в Европе составил 6 раз за год. Ну и сейчас, соответственно, я думаю, актуальность спроса на теплоизоляционные материалы вернется. Значит, компания Dow Chemical, одной из первых на российском рынке, тоже озаботилась созданием нормативки. Это иллюстрация из ее СТО. СТО проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения, железобетонная плита по экструдированному пенополистиролу. Довольно неплохой документ, особенно хорошо проработанный в части строительства на многолетних мерзлых грунтах. Ну, на вечном жилоте, если по-русски просторично. Дальше. Пенопласт в фундаменте. Значит, он может использоваться под плитой. И это решение уже ни у кого особо отторжения не вызывает, насколько я понимаю. Оно привычно, на него косится иногда еще по инерции, но в целом принимают. Под плитой. Хорошо. Под лентой. Несъемная опаубка для устройства ленточных фундаментов. Пожалуйста. Под лентой тоже применяют. На это уже начинают коситься. Типа, как это так? У меня под лентой будет слой пенопласта. А зачем? А вот затем, чтобы при сезонном, если вы не планируете здание отапливать круглый год, для того, чтобы не допустить промораживания грунта под домом. Очень полезная штука. Включается боязнь и отторжение в этот момент или еще нет? Дальше идем. Пенопласт в фундаменте. Значит, под плитой посмотрели, не страшно. Под лентой посмотрели, ну, наверное, тоже не страшно. Здесь, под кирпичной облицовкой, посмотрите, страшно или нет? Укладываем кирпичную облицовку на слой экструзионного пенополистирола. Прекрасное решение, на мой взгляд. Исключает, опять же, промораживание грунта под кирпичной облицовкой, под подошвой фундамента. Фундамент теплоизолирован. Дальше. Фундамент из пенопласта. То есть, собственно, заявленная тема. Проработана в Скандинавии. Значит, тип фундамента супергрунт. У нас ее популяризовал впервые Алексей, финский домик. Значит, тема какая? Ну, вот, давайте посмотрим на картинку. Мы видим, что пенопласт вокруг бетонного ядрышка. На бетонное ядрышко опирается каркасная стена. Стена каркасного дома. Более крупные в виде чертежа это выглядит здесь. То есть, вот у нас элемент несъемной опалубки пенопластовой, даже не экструзионный, обычный ЕПС. В него заливается балочка, служащая основанием для каркасного дома. Значит, не для дома всего, для каркасных стен. Основанием для дома служит пенопласт, передающий нагрузки на песчаную подушку, которая в свою очередь передает нагрузки на коренные грунты основания. Итак, значит, здесь показана балочка сечением 170 на 250, на 200 миллиметров. Ну, небольшая, не сильно армированная. Эта балочка просто для удобства работы с потом каркасными стенами, чтобы их было, по сути, к чему крепить. Она работает так же, как пояс под маурлатом, просто якорем. Надежным якорем для каркасных стен, чтобы они никуда не сдвинулись. И тут мы переходим дальше. Если для каркасных стен нам нужен якорь, чтобы они никуда не уехали, то для каменных стен якорь не нужен. Этим якорем будет выступать опорный шов кладки, армированной сеткой. Сеткой, причем, можно базальтовой, вовсе не обязательно делать ее стальной. Итак, вот перспективный фундамент. Такие фундаменты я пока не встречал в своей практике, однако считаю, что для зданий временных, вспомогательных сооружений, сараев, гаражей, такие фундаменты можно применять уже сейчас. Бань. Для одноэтажных жилых домов, на мой взгляд, тоже вполне годная тема. Устроили ровное основание, по грунтам основания, песчаную или щебеночную подушку, разложили слой пенополистирола, не обязательно даже экстразионного, если мы изолированы от стояния грунтовых вод на дневной поверхности земли. И все. Значит, армированный опорный шов, сетка работает на растяжение, перевязка кладки, исключается средоточение нагрузок. Получаем погонную нагрузку на пенополистирол, существенно меньшую, чем его прочность при 10% деформации. Все. Получаем фундамент из пенопласта. Считаю это перспективной темой, готов такое кому-нибудь спроектировать и построить. Ну и, соответственно, добро пожаловать к нам и за грамотными, и за смелыми проектными решениями. Значит, все заявки на проектирование или на критику перезаложенных проектов вот адрес glibgreen.a1.gmail.com Большое спасибо за внимание. Всем всего хорошего.